Вот так легко и непринужденно девчонки собирают и разбирают автомат Калашникова. Лиза Ужегова в их числе. В юнормию девочка вступила в прошлом году. Мне нравится это движение, интересно. Очень для девочки. Ну что? Ну пока твои сверстницы играют в куклы. Ты занимаешься сборкой и разборкой автомата? Ну да, наигралась в куклы. Я научилась разбирать автоматы, собирать пенал, магазин точнее, надевать языка, стрелять. Неполная сборка и разборка АК-74 с наряжением магазина патронами проходит под четким наблюдением представителей Союза десантников Соликамска Артема Рязанова и Эдуарда Бондюгова. Чем быстрее, тем лучше, как говорится. Кто как покажет время. Девчонки как справляются по отношению к... Вообще молодцы, да. Парни тоже не отстают. Но девчонки молодцы. Вместе с другими шестью ребятами Лиза представляет Центр детского творчества «Звездный». Вы знаете, я горжусь «Звездным». Я горжусь Соликамским городским округом. Здесь тем, что у нас не только возрождается, но и поддерживается патриотическое воспитание. Ну и, конечно же, одно из мероприятий – это «Зорница», которая проходит муниципальная. Сам играл в «Зорницу»? Я играл в детстве в «Зорницу». У нас немножко не такая была «Зорница». Мы отрывали погоны. Было много слез, расстройств. Но тоже была «Зорница». Ты побеждал? Я всегда выиграл в «Зорнице». Отметим, «Зорница» состоит из трех блоков – военной, спортивной и интеллектуальной. И в каждом ребятам нужно выложиться по полной. То есть они показывают свое мастерство в начальной военной подготовке, понятно, что спортивная подготовка, физическая. Ну и, конечно же, чтобы блеснули умом. Всего в мероприятии приняло участие 13 команд из образовательных организаций Соликамского округа. А сильнейшей предстоит блеснуть умом из сообразительности уже в мае на краевом уровне. Желает юнормейцам успехов Олеся Петровичева, Сергей Сюзев и вся телекомпания «Соль-ТВ».